друзья вот на эти птичка помидорки желтеют краснеют вот это вот сорт желтые помидорки а вот эти вот крупные это уже красные сначала желтеют а потом краснеет вот так вот эти уже помидорки лопаются все вот так вот мякоть у них такая прям так сфокусируется мясистая в общем вот эти помидорки сейчас сниму чтобы они дальше не лопались вот это вот помидорка тоже он как с неё наш прям сок бежит посмотрите как она лопнула тоже но и такие сахаристые такие мягкие сейчас домой принесу взвешиваю и разрежу покажу что у них внутри вот друзья вот такие вот красивые мясистые сахаристые такие вкусные помидорки семян можно сказать в них почти нет больше мякоти это вот именно томат бердский очень вкусный сорт всем доброе утро друзья пришла в тепличку хочу немного пособирать там помидорчиков перчиков сделать салатик и показать вам заодно что у меня тут происходит теплица кстати у меня стоит закрытая тушь на улице пасмурно с другой стороны тоже она у меня закрытая на улице у нас всего там 16 градусов и поэтому я ее не открываю чтобы здесь было тепло и помидорки краснели уже сейчас вам по ходу все покажу что у меня тут происходит ну и вот друзья помидорки растут по этому ряду пока не краснеет только там он меленькие которые как черри такие дюймовочка начали только-только вот краснеть ну а по этому ряду как-то больше здесь вот начала краснеть уже большая мамочка вот помидорки бурые висят здесь вот вчера буквально еще бурая висела сегодня уже такая порозовела перчики тоже хорошо растут это вот были у меня совсем малыши которые я садила маленькие высаживала и вот такие вот они уже наросли водоносит в общем очень хорошо с них я пока перчики еще не срывала пока еще тех хватает которые большие на некоторых он уже краснеют перчики красные мы в общем едим здесь он лопнул перчик потому что внутри начал расти уже другой как как питание им хватает и поэтому растут очень хорошо ну вот сейчас соберу перчиков нару помидорчиков это вот уже помидоры буденовка начали краснеть тоже такие мягонькие уже на салатик можно сорвать хорошенькие там дальше у меня уже так это все буденовка идет краснеет а это желтенькие золотые яйца такие вот они вот это вот сорвем наверное попробуем хоть она еще зеленоватая кстати вот это тоже золотые яйца но что-то совсем другая тут помидорка оп что-то вот попадали помидорки не держится только прикоснулась к ним и все ну вот эту да сорвем на на желтенькую попробуем на салатик и здесь вот хорошо вчера вот мы сорвали две помидорки здесь вот здесь висели красные тоже он какие большие такие вот они на всю ладошку хорошие томаты ну и в общем вот так вот потихоньку помаленьку помидорки начали краснеть зеленые помидоры я с них не снимала вообще еще вот как они висят как начали краснеть так они висят многие спрашивают нужно ли снимать помидоры чтобы дать питание уже остальным чтобы они начали расти и краснеть ну я вот как-то не снимала ни первые не последние у меня все начали краснеть желтеть никогда в общем не снимаю снимаю только первыми томаты уже покрасневшие либо пожелтевшие теплицу в общем больше пока не захожу ничего здесь не обрезаем само он теперь как растет так и растет вот наросли здесь помидорки дюймовочкой которые вот так вот это все выглядит начали где-то краснеть подождем покраснеет если хорошо тогда уже можно будет их и посолить вот кстати слизни сидят на перцах грызут как сфокусировать то вот такие вот и поэтому их нужно удалять потому что они очень сильно грызут перчики это вот перчик змейка который и поэтому лучше этих слизней убирать они еще так крепко держатся такие сопливые но еще не успела погрызть видать недавно только здесь сидит и поэтому нужно смотреть чтоб не попортили не помидоры а не перцы вот перчики уже наросли новые тоже вывод такой в общем что можно садить перчики какие-то пораньше а какие-то попозже чтобы вот одни можно было уже есть а вторые вот только-только подходили сегодня у нас только 2 августа и вот и перчики как-то успели подрасти этих мы уже наелись которые вот большие были и эти вот подошли можно будет их уже и на заморозку и на фарширование оставлять и здесь вот помидорки тоже очень хорошо подросли сейчас поближе покажу они очень крупные этот краснодарский сорт тоже мне очень нравится их вырастает вот такая вот кисть 45 томатов но они очень сладкие вкусные а это вот воловьи уши вот такие смотрите какая помидорка на всю ладонь ну и король сибири тоже вот вижу начинают желтеть такие вот помидорки тоже огроменные очень вкусные ну и пока все потихоньку помаленьку в общем урожай начинает краснеть и желтеть распустился вот у меня гладиолус один такой вот он красивенький прям розовенький здесь вот еще одна стрела рядом выпустилась и пока все остальные пока как-то тихонечко сидят нет ни стрела ничего но этот прям такой красивый хорошенький красота вот еще друзья смотрите скользко тут грязно вот гортензия которую я выписывала такая вот она уже подросла вот 2 веточка нужно их тут тут рамочку сделать такую и вот она начала набирать цвет правда уже поздно август месяц уже ну все таки она цвет наберет возможно даже успеет зацвести посмотрим покажу если зацветет приехали вот пособирать шиповник вот столько его тут много он уже спелый некоторые даже переспелые прям уже хорошие мягкие такие приехали пособирать как-то на глаза попался посушим и часть него очень вкусный будем пить кучу его здесь красный прям такой красота такие здесь кусты по грибы как-то ездили попалась что прям много его здесь обычно как-то там чуть-чуть там чуть-чуть здесь прям кусты усыпаны ну вот решили приехать пособирать пособирали шиповнику маленько набрали вот по пол ведра неожиданно конечно никогда столько не собирали сейчас вот так вот набрали теперь будем сушить едем домой неожиданно конечно что столько шиповника но его тут прям усыпано люди видать совсем не собирают уже никому не надо красиво так в лесу правда у нас сегодня небо хмурится дождик идет но погода замечательная